Дорогие друзья, у нас хорошая новость. Завтра прилетают наши мальчики. Видите, как мы сразу готовимся, затариваем холодильник. Мы сегодня сами съездили в Костка, закупили немного продуктов. Обязательно вам покажу, поделюсь. Вот такая вот вырезка свиная. 3 доллара за паунд. Паунд это 452 грамма. Здесь 5, где-то 2,5-2 килограмма, наверное, да? 15 долларов. Взяла фарш, 25 долларов. Здесь 6 паундов. Фарш за паунд 4 доллара. Под сели мы тут очень часто едим тунец. До этого я брала белый тунец в воде, да, он был. А сейчас беру желтый тунец в оливковом масле. Мне очень нравится вот именно вот эта фирма. Вот здесь Андрюша и Анюша попросила, Анечка взяла. В прошлый раз вам показывала оливковое масло. Говорю, вот в следующий раз возьму. Ну что вы думаете, нету больше того масла? Взяла вот такое вот. Попробую. Итальянское масло. Тоже смотрю, оно уже заканчивается. То есть такой, видать, сезонный товар. Здесь, по-моему, доллар 8 или 9, 1 литр вообще масла. Вот сыр взяла. Куда же без сыра? Президент. И вот такую вот взяла моцареллу. Две штучки. Здесь 400, ну вот 1 паунд. И стоит это 3 доллара. Просто обалденная моцарелла. Нежнейшая, такая прям вкусная. Сейчас только что кофе попила. Вот с этой моцареллой. Так, ну яйца. Здесь авокадо 6 штук. Майонез взяла. Это такой органический авокадо. На масло авокадо. Так, это у нас сливки. Сельдерей. Спаржа такой большой пакет. Здесь салатные листья. Кофе. Попила уже такой сейчас кофе на скидках. 4 доллара скидка. Ямайка. Очень вкусный кофе. Прям с удовольствием сейчас выпила. Ну и молоко. Вот это все у меня получилось. Правда, две пачки кофе мы взяли с Аней. Получилось на 149. В общем, 150 долларов. Вот этот набор продуктов. Все. Убирать в холодильник. Ну, здесь тут тунец. Он не дешевый. Вот это все. Но оно как бы так масло. В общем, как бы продуктов. В общем, наверное, то, что вот прям такое съедобное. Долларов на 100 здесь. Буду пирать. Буду готовить вкусняшки. Конечно, буду с вами делиться своими рецептами. Мы находимся в отеле. В Трехзвездочном. В Трехзвездочном. А где, Андрюха, находишься? В Нью-Йорке. В Нью-Йорке? Да. Вот это да. Получается, будем уже в Швеции. Вот где-то, ну не знаю, там. В Цюрихе были. В Цюрихе. В Цюрихе. В Нью-Йорке. Мы сейчас едем в Майяне сейчас. В Майяне сейчас летим, да? Ну, показывай, что там уже на завтрак дают. Мне кажется, там ничего не достанется. Ничего не достанется? Ну, вот такие коробочки. Там все сладкое. Короче, вот подходишь сейчас вот так вот завтраки организованы. Подходишь, как бы один завтрак, возьми руки. Мне вот Андрюша первый пришел. Уже позавтракал, да? Или нет? Нет, я только коробочку съел с йогуртом. Яблоко, какой-то йогурт, сладкая штучка какая-то. Да, вот это что такое? Это тоже что-нибудь сладкое. Тоже какая-то булочка. Да, это булочка. Он сразу сказал, папа, тебе здесь нечего есть. Все мое. Ну да, будет. Ну нет, кроме яблока. Ну нет, ладно, не буду. Я только булочек съел. Так, а я пойду возьму чек за проживание. 87 долларов вместе с питанием и вместе с трансферным, да? Так? Он ждет еще времени, 5 минут у нас? Да. Ну давай, давай. Нарьем кофе вообще. Что-то хорошо. Все, что можно мне на этом завтраке. Ну вот. Позавтракали. Идет дождь. Сильнее, сильнее, Андрюш. Эх, нету сил, да? Не хочет. Может закрыта просто машина еще? Никого нет? Да. Еще водитель не пришел. Облом. Облом. Что, холодно? Какие ощущения? Ну, теплее, чем в России, сразу же говорю. Пап, что-то кофе пьет, такой дым от него идет. Да? Да. Так, подожди, где-то станок пойдет. Ну-ка. О, дым идет. О-о-о. А дождь какой? Вместо снега дождь. Вместо снега дождь. Ну ничего. Андрюш, сейчас время 6 часов. Я думаю, что к 11 часам примерно. К 11 часам мы будем уже в Майами. Пойдем на Матюль дверь, пошли. А как вылетаем? В 11... Ой, в 8... Сколько? Вылетаем в 8.20. Да. Давай, давай, заходи. Заходи, запрыгивай. Hello. Что? Пошли истать наш самолет. Давай, давай, шевелись. Направо. Вон там табло. Вот он, Майами. Вот он. Видишь, я нашел его. Майами, Флори, да? 8.20. Лейх 728, да? Ты видишь, 8.20. Вижу, вижу. Пошли. В аэропорту. Прошли регистрацию. Багажа у нас нет. Только ручная кладь. Что? Только ручная кладь. Только ручная кладь. И маска. Все в масках. Много народу. Все куда-то летят. Сейчас пройдем паспортный контроль. А все? И мы будем в самолете? Вот такие устройства. Практически везде есть. Что игрум тут делаешь? Что нету игр? Не положили, да? Положили. Не положили тебе игр. Моих нет. Вот тут есть интернет. Да, ну правильно. Здесь же только... Здесь же не гейм-клуб. Да. Мы сейчас это исправим. Это здесь только, чтобы получить информацию. Так, пошли на это самое. На посадку. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, настал тот самый долгожданный день. Я еду в аэропорт. Я уже почти в аэропорту. Я очень рада. Мальчики приземлились уже. Все хорошо. Полет прошел удачно, классно. Вот они ночь уже... Получилось так, что у них перелет был через Цюрик, по-моему, в Нью-Йорк. Ночь они поспали в отеле в Нью-Йорке. И с утра вылетели в Майами. Вообще время у нас без двадцати двенадцать. Я еду встречать мальчиков. Своих любимых мальчиков. Я очень рада, 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 рада. Ура, ура, ура. Все, встречаем. Вот они красавцы мои стоят. Ну что, мы приехали. Мы в Майами. Тепло, ребята, хорошо. Да, у нас красиво, какая одежда. Все, одежду зиму убрали. Да. Пойдем. Анна, мы поймали ее. Анна, мы поймали ее. Анна, мы поймали ее. Вот такой раз вообще. А как ты думаешь? Да. Так он уже мне по плечу. Что ты думаешь-то? Ва, соскучились? А? Ва, давай, четыре. О-о-о. А это переднее. Нет. Такой, такой жирненький. Жирненький такой. Знаешь, что он сейчас ел этих снеков? Весь полет ел. Два завтрака съел. А Дрюша, назад. Назад-назад, два завтрака и так далее. Все.